Сергей Михалков А что у вас? Кто на лавочке сидел, кто на улицу глядел, то ляпел, Борис молчал, Николай ногой качал. Дело было вечером, делать было нечего. Галка села на заборе, кот забрался на чердак. Тот сказал ребятам Боря просто так. У меня в кармане гвоздь, а у вас? А у нас сегодня гость, а у вас? А у нас сегодня кошка родила вчера котят. Котята выросли немножко, а есть из блюдца не хотят. А у нас на кухне газ, а у вас? А у нас водопровод, вот. А из нашего окошка площадь красная видна, а из вашего окошка только улица немножко. Мы гуляли по Неглинной, заходили на бульвар, нам купили синий-синий при зеленый красный шар. А у нас огонь погас, это раз. Грузовик привез дрова, это два. А в четвертых наша мама отправляется в полет, потому что наша мама называется пилот. С лесенки ответил Вова. Мама летчик? Что ж такого? Вот у Коли, например, мама милиционер. А у Толи и у Веры обе мамы инженеры. А у Лёвы мама повар. Мама летчик? Что ж такого? Всех важней, сказала Ната. Мама вагоновожатый, потому что до зацепы водит мама два прицепа. И спросила Нина тихо, разве плохо быть портнихой? Кто трусы ребятам шьет? Ну, конечно, не пилот. Летчик водит самолеты. Это очень хорошо. Повар делает компоты. Это тоже хорошо. Доктор лечит нас от кори. Есть учительница в школе. Мамы разные нужны, мамы всякие важны. Дело было вечером, спорить было нечего. Мы с приятелем. Мы с приятелем вдвоем замечательно живем. Мы такие с ним друзья, куда он, туда и я. Мы имеем по карманам две резинки, два крючка, две больших стеклянных пробки, двух жуков в одной коробке, два тяжелых пятачка. Мы живем в одной квартире. Все соседи знают нас. Только мне звонит четыре, а ему двенадцать раз. И живут в квартире с нами два ужа и два ежа. Целый день поют над нами два приятеля чижа. И про наших двух ужей, двух ежей и двух чижей знают в нашем новом доме все двенадцать этажей. Мы с приятелем вдвоем просыпаемся, встаем, открываем на стеж двери, в школу с книжками бежим. И гуляют наши звери по квартирам, по чужим. Забираются ежи к инженерам в чертежи. Управдом в постель ложится и встает с нее дрожа. Но подушки не лежится, под подушкой два ужа. Раньше всех чижи встают и до вечера поют. Дворник радио включают, птицы слушать не дают. Тащат в шапках инженеры к управдому двух ежей, а навстречу инженерам управдом несет ужей. Зоопарк отсюда близко. Пишет жалобу сосед. Никому покоя нет. Зоопарк отсюда близко. Предлагаю всех зверей сдать юнатам под расписку по возможности скорей. Мы вернулись из кино. Дома пусто и темно. Зажигаются огни. Мы ложимся спать одни. Мы приходим мимо клеток, мимо строгих сторожей. Сто чижей слетают с веток. Выбегают сто ежей. Только разве отличишь, где какой летает чиж? Только разве разберешь, где какой свернулся еж? Сто ужей на двух ребят подозрительно шипят. Сто чижей кругом поют, сто чижей зерно клюют. Наши птицы, наши звери нас уже не узнают. Солнце село. Поздний час. Сторожа выводит нас. Не пора ли нам домой? Говорит приятель мой. Мы такие с ним друзья. Куда он? Туда и я. Сергей Михалков. Упрямый лягушонок. Родился лягушонок за городом в пруду. Он рос у папы с мамой. Все время на виду. И громче всех он квакал. И прыгал далеко. Но было маме с папой, с ребенком нелегко. Была строга с ним мама. Был папа тоже строг. Но все ж его упрямство никто сломить не мог. Он как-то оказался один на берегу. И про себя решил он. Возьму и убегу. Пусть взрослые лягушки сидят себе в пруду. Когда я нагуляюсь, тогда домой приду и квакну. До свидания. Все дальше прыг да прыг. Широкой автострады он к вечеру достиг. По гладкому асфальту неслись машины в ряд. Они жучков и мошек давили всех подряд. На это лягушонок не в силах был смотреть. Ведь мог он точно так же бесславно умереть. И он назад запрыгал. Все дальше скок да скок. И как же показался, обратный путь далек. Устали прыгать лапки. Он выбился из сил. Он мысленно у мамы прощения просил. И только на рассвете вернулся он домой озябший, похудавший, уставший и хромой. Его спросили сухо. Ты где-то пропадал? Такой спокойной встречи малыш не ожидал. Он думал, папа с мамой начнут его ласкать, не будут без присмотра из дома выпускать. Они же равнодушно смотрели на него, как будто и не ждали ребенка своего. Но это был наглядный родительский урок. Опасная прогулка пошла упрямцу впрок. Хочу бодаться! Это был ужасно приставучий козленок с крохотными рожками. Делать ему было нечего. Вот он и приставал ко всем. Хочу бодаться! Давайте бодаться! Отстань от меня! Сказал индюк и важно отошел в сторону. Давай бодаться! Пристал козленок к поросенку. Отвяжись! Ответил поросенок и зарылся пятачком в землю. Подбежал козленок к старой овце. Давай бодаться! Отойди от меня! Попросила овца. Оставь меня в покое! Не к лицу мне с тобой бодаться! А я хочу! Давай пободаемся! Промолчала овца и сама отошла в сторону. Увидел козленок щенка. А ну давай бодаться! Давай! Обрадовался щенок и больно укусил козленка за ногу. Постой! Заплакал козленок. Я хочу бодаться! А ты что делаешь? А я хочу кусаться! Ответил щенок и еще раз укусил козленка. Трезор! На дверях висел замок. В заперти сидел щенок. Все ушли, и одного. В доме заперли его. Мы оставили трезора. Без присмотра. Без надзора. И поэтому щенок перепортил все, что мог. Разорвал на кукле платье. Зайцу выдрал. Шерсти клок. В коридор из-под кровати наши туфли уволок. Отыскал на кухне угол. С головой забрался в уголь. Вылез черный. Не узнать. Влез в кувшин. Перевернулся. Чуть совсем не захлебнулся. И улегся на кровать. Спать. Мы щенка в воде и мыли. Два часа мочалкой мыли. Ни за что теперь его не оставим одного. Мой щенок. Я сегодня сбилась с ног. У меня пропал щенок. Два часа его звала. Два часа его ждала. За уроки не садилась. И обедать не могла. В это утро очень рано. Соскочил щенок с дивана. Стал по комнате ходить. Прыгать, лаять. Всех будить. Он увидел одеяло. Покрываться нечем стало. Он в кладовку заглянул. С медом жбан перевернул. Он порвал стихи у папы. На пол с лестницы упал. В клей залез передней лапой. Еле вылез и пропал. Может быть его украли? На веревке увели. Новым именем назвали. Дом стеречь заставили. Может он в лесу дремучем? Под кустом сидит колючим. Заблудился? Ищет дом. Мокнет бедный под дождем. Я не знала, что мне делать. Мать сказала. Подождем. Два часа я горевала. Книжек в руки не брала. Ничего не рисовала. Все сидела и ждала. Вдруг какой-то страшный зверь. Открывает лапой дверь. Прыгает через порог. Кто же это? Мой щенок! Что случилось, если сразу не узнала я щенка? Нос распух. Не видно глаз. Перекошено щека. И впиваясь, как игла, на хвосте жужжит пчела. Мать сказала. Дверь закрой! К нам летит пчелиный рой. Весь укутанный в постели. Мой щенок лежит пластом. И виляет еле-еле. Забинтованным хвостом. Я не бегаю к врачу. Я сама его лечу. Бараны. По крутой тропинке горной. Шел домой барашек черный. И на мостике горбатом повстречался с белым братом. И сказал барашек белый. Братец, вот какое дело. Здесь вдвоем нельзя пройти. Ты стоишь мне на пути. Черный брат ответил. Ме-е-е. Ты в своем баран уме. Пусть твои отсохнут ноги. Не сойду с твоей дороги. Помотал один рогами. Уперся другой ногами. Как рогами не крути. А вдвоем нельзя пройти. Сверху солнышко печет. А внизу река течет. В этой речке утром рано. Утонули два барана. Про девочку, которая плохо кушала. Юля плохо кушает. Никого не слушает. Съешь яичко, Юлечка. Не хочу, мамулечка. Съешь с колбаской бутерброд. Закрывает Юля рот. Супик. Нет. Котлетку. Нет. Стынет Юлечкин обед. Что с тобою, Юлечка? Ничего, мамулечка. Сделай, внученька, глоточек. Проглоти еще кусочек. Пожалей нас, Юлечка. Не могу, бабулечка. Мама с бабушкой в слезах. Тает Юля на глазах. Появился детский врач. Глеб Сергеевич. Пугач. Смотрит строго и сердито. Нет у Юли аппетита. Только вижу, что она, безусловно, не больна. А тебе скажу, девица. Все едят. И зверь, и птица. От зверят и до котят. Все на свете есть хотят. С хрустом конь жует овес. Кость грызет здоровый пес. Боробьи зерно клюют. Там, где только достают. Утром завтракает слон. Обожает фрукты он. Бурый мишка лежит мед. В норке ужинает крот. Обезьянка ест банан. Ищет желуди кабан. Ловит мошку ловкий стриж. Сыр и сало любит мышь. Попрощался с Юлей врач. Глеб Сергеевич Пугач. И сказала громко Юля. Накорми меня, мамуля! Дядя Степа. В доме восемь. Дробь один. У заставы Ильича. Жил высокий гражданин. По прозванию Каланча. По фамилии Степанов. И по имени Степан. Из районных великанов. Самый главный великан. Уважали дядю Степу. За такую высоту. Шел с работы дядя Степа. Видно было за версту. Лихо мерили шаги. Две огромные ноги. Сорок пятого размера. Покупал он сапоги. Он разыскивал на рынке. Величайшие ботинки. Он разыскивал штаны небывалой ширины. Купит с горем пополам. Повернется к зеркалам. Вся портновская работа разъезжается по швам. Он через любой забор с мостовой глядел во двор. Лай собаки поднимали. Думали, что лезет вор. Брал в столовый дядя Степа для себя двойной обед. Спать ложился дядя Степа. Ноги клал на табурет. Сидя книги брал садшкапа. И не раз ему в кино говорили. Сидьте на пол. Вам, товарищ, все равно. Но зато на стадион проходил бесплатно он. Пропускали дядю Степу. Думали, что чемпион. От вороты до ворот. Знал в районе весь народ. Где работает Степанов. Где прописан. Как живет. Потому что всех быстрее. Без особенных трудов. Он снимал ребятам змея. С телеграфных проводов. И того, кто ростом мал. На параде поднимал. Потому что все должны. Видеть армию страны. Все любили дядю Степу. Уважали дядю Степу. Был он самым лучшим другом всех ребят. Со всех дворов. Он домой спешит с арбата. Как живешь. Кричат ребята. Он чихнет ребята хором. Дядя Степа. Будь здоров. Дядя Степа утром рано. Быстро вскакивал с дивана. Окна настежь открывал. Душ холодный принимал. Чистить зубы дядя Степа. Никогда не забывал. Человек сидит в седле. Ноги тащит по земле. Это едет дядя Степа. По бульвару на осле. Вам кричат Степану люди. Нужно ехать на верблюде. На верблюде он поехал. Люди давятся со смеха. Эй! Товарищ! Вы откуда? Вы раздавите верблюда. Вам при вашей вышине нужно ехать на слоне. Дядя Степе две минуты остается до прыжка. Он стоит под парашютом и волнуется слегка. А внизу народ хохочет. Вышка с вышки прыгать хочет. В тир под низенький навес. Дядя Степа еле влез. Разрешите обратиться. Я за выстрелы плачу. В этот шар и в эту птицу я прицелиться хочу. Оглядев с тревогой тир, говорит в ответ кассир. Вам придется на колени, дорогой товарищ, встать. Вы же можете мишени без ружья рукой достать. До утра в аллеях парка будет весело и ярко. Будет музыка греметь, будет публика шуметь. Дядя Степа просит кассу. Я пришел на карнавал. Дайте мне такую маску, чтобы никто не узнавал. Вас узнать довольно просто. Раздается дружный смех. Мы узнаем вас по росту. Вы товарищ выше всех. Что случилось? Что за крик? Это тонет ученик. Он упал с обрыва в реку. Помогите человеку! На глазах всего народу дядя Степа лезет в воду. Это необыкновенно! Все кричат ему с моста. Вам, товарищ, по колено! Все глубокие места. Жив, здоров и невредим! Мальчик Вася Бородин. Дядя Степа в этот раз утопающего спас. За поступок благородный все его благодарят. Попросите что угодно. Дяде Степе говорят. Мне не нужно ничего. Я задаром спас его. Паровоз летит, гудит. Машинист вперед глядит. Машинист у полустанка. К очагару говорит. От вокзала до вокзала. Сделал рейсов я немало. Но готов идти на спор. Это новый семафор. Подъезжает к семафору. Что такое за обман? Никакого семафора. У пути стоит Степан. Он стоит и говорит. Здесь дождями путь размыт. Я нарочно поднял руку. Показать, что путь закрыт. Что за дым над головой? Что за гром по мостовой? Дым пылает за углом. Сто зевак стоят кругом. Ставит лестницы. Команда от огня спасает дом. Весь чердак уже в огне. Бьются голуби в окне. На дворе в толпе ребят. Дяди Степи говорят. Неужели вместе с домом Наши голуби сгорят? Дядя Степа с тротуара Достает до чердака. Сквозь огонь и дым пожара Тянется его рука. Он окошко открывает. Из окошка вылетают 18 голубей, А за ними воробей. Все Степану благодарны. Спас он птицы потому, Стать немедленно пожарным. Все советуют ему, Но пожарникам в ответ. Говорит Степанов. Нет, я на флот служить пойду, Если ростом подойду. В коридоре смех и шепот. В коридоре гол речей. В кабинете дядя Степа На осмотре у врачей. Он стоит, Его нагнуться просит Вежлива сестра. Мы не можем дотянуться, Объясняют доктора. Мы исследуем у вас. Хорошо ли слышат? Ухо. Далеко ли видят глаз? Дядю Степу осмотрели, Проводили на весы И сказали, В этом теле Сердце бьется, Как часы. Рост велик. Но ничего, Примем в армию его. Но вы в танкисты не годитесь. В танки вы не поместитесь, И в пехоту не годны. Из окопа вы видны. С вашим ростом в самолете Неудобно быть в полете. Ноги будут уставать, Вам их некуда девать. Для таких, как вы, людей, Не бывает лошадей. А на флоте вы нужны. Послужите для страны. Я готов служить народу, Раздается Степенбас. Я пойду в огонь и воду. Посылайте хоть сейчас. Вот прошла зима и лето, И опять пришла зима. Дядя Степа, Как ты? Где ты? Нету с моря нам ответа. Ни открытки, ни письма. И однажды мимо моста К дому восемь дробь один Дяди Степиного роста Двигается гражданин. Кто, товарищи, знаком С этим видным моряком? Он идет, скрипят снежинки. У него под каблуком В складку форменные брюки. Он в шинели под ремнем, В шерстяных перчатках руки. Якоря блестят на нем. Вот моряк подходит к дому, Всем ребятам незнакомый. И ребята тут ему говорят, А вы к кому? Дядя Степа обернулся, Поднял руку к козырьку И ответил, Я вернулся. Дали отпуск моряку. Ночь не спал, Устал с дороги, Не привыкли к суши ноги. Отдохну, надену китель, На диване посижу. После чая заходите, Сто историй расскажу. Про войну и про бомбежку, Про большой линкор Марат. Как я ранен был немножко, Защищая Ленинград. И теперь горды ребята, Пионеры октябрята, Что знакомы с дядей Степой, С настоящим моряком. Он домой идет с Арбата. Как живешь? Кричат ребята. И теперь зовут ребята, Дядю Степу, Моряком. Дядя Степа, Милиционер. Кто не знает, Дядю Степу? Дядю Степа, Всем знаком. Знают все, Что дядя Степа, Был когда-то, Моряком. Что давно, Но когда-то жил он У заставы Ильича. И что прозвище носил он? Дядя Степа, Каланча. И сейчас, Средь великанов, Тех, Что знает вся страна, Жив, Здоров. Степан Степанов, Бывший, Флотский, Старшина. Он шагает по району, От двора и до двора. И опять на нем погоны, С пистолетом кобура. Он с кокардой на фуражке, Он в шинели под ремнем, Герб страны блестит на пряжке, Отразилось солнце в нем. Он идет из отделения, И какой-то пионер Рот раскрыл от изумления. Вот так, Милиционер. Дядю Степу уважают, Все от взрослых, Да ребят, Встретят взглядом, Провожают, И с улыбкой говорят, Да, Людей такого роста Встретить запросто Непросто. Да, Такому молодцу Форма новая К лицу. Если встанет на посту, Все увидят Заверсту. Возле площади Затор, Поломался светофор, Загорелся желтый свет, А зеленого Все нет. То машин стоят, Гудят, С места Тронуться хотят. Три, Четыре, Пять минут, Им проезда Не дают. Тут сотрудника Оруда, Дядя Степа Говорит, Что, Братишка, Дело худо, Светофор-то не горит, Из стеклянной Круглой Будки. Голос слышится В ответ, Мне, Степанов, Не до шутки. Что мне делать? Дай ответ. Рассуждать Степан не стал, Светофор рукой Достал, В серединку заглянул, Что-то где-то Повернул. В то же самое мгновение Загорелся Нужный свет, Восстановлено движение, Никаких заторов. Нет, В то же самое мгновение Загорелся нужный свет, Восстановлено движение, Никаких заторов. Нет, Нам ребята Ребята рассказали, что Степана с этих пор малыши в Москве прозвали дядя Стёпа Светофор. Что случилось? На вокзале плачет мальчик лет пяти. Потерял он маму в зале, потерял он маму в зале. Как теперь её найти? Все милицию зовут, а она уж тут как тут. Дядя Стёпа неспеша поднимает малыша, поднимает над собой, над собой и над толпой. Под высокий потолок посмотри вокруг, сынок. И увидел мальчик прямо у аптечного ларька, утирает слезы мама, потерявшая сынка. Слышит мама голос Колин. Мама, мама, вот я где! Дядя Стёпа был доволен, не распалась и семья. Шёл из школы ученик, всем известный озорник. Он хотел созорничать, но не знал, с чего начать. Шли из школы две подружки, в белых фартуках болтушки, в сумках книжки и тетрадки. А в тетрадках всё в порядке. Вдруг навстречу озорник, в ранце с двойками дневник. Нет эмблемы на фуражке и ремень уже без пряжки. Не успели ученицы от него посторониться? Он столкнул их прямо в грязь над косичками, смеясь. Ни за что он их обидел, у прохожих на виду. А потом трамвай увидел, прицепился на ходу. На подножку встал ногой, машет в воздухе другой. Он не знал, что дядя Стёпа видит всё издалека. Он не знал, что дядя Стёпа не простит озорника. От дверей универмага дядя Стёпа в тот же миг сделал три огромных шага. Через площадь напрямик. На трамвайном повороте снял с подножки сорванца. Отвечайте, где живёте? Как фамилия отца? С постовым такого роста? Спорить запросто непросто. На реке и треск, и гром, ледоход и ледолом. Полоскала по старинке бабка в проруби. Простынки. Треснул лёд, река пошла. И бабуся поплыла. Бабка охает и стонет. Ой, бельё моё утонет. Ой, попала я в беду. Ой, спасите! Ээээ, пропаду. Дядя Стёпа на посту. Он дежурит на мосту. Дядя Стёпа сквозь туман смотрит вдаль, как капитан. Видит льдина. А на льдине плачет бабка на корзине. Не опишешь, что тут было. Дядя Стёпа руки вниз, перегнувшись за перила. Как над пропастью повис, он успел схватить в охапку перепуганную бабку, а старуха за корзину «Я белье свое не кину!» Дядя Степа спас ее и корзину, и белье. Шли ребята мимо здания, что на площади восстания. Вдруг глядят, стоит Степан, их любимый великан. Все застыли в удивлении. Дядя Степа, это вы? Здесь не ваше отделение, и не ваш район Москвы. Дядя Степа казарнул, улыбнулся, подмигнул. Получил я пост почетный, и теперь на мостовой, там где дом стоит высотный, есть высотный постовой. Как натянутый платок, гладко залитый каток, на трибунах все встают, конькобежцам старт дают. И они бегут по кругу, а болельщики друг к другу говорят. Гляди, гляди, самый длинный впереди, самый длинный впереди, номер восемь на груди. Тут один папаша строгий своего спросил сынка. Вероятно, эти ноги у команды Спартака? В разговор вмешалась мама. Эти ноги у Динамо. Очень жаль, что наш Спартак не догонит их никак. В это время объявляют состязанием конец. Дядю Степу поздравляют. Ну, Степанов молодец. Дядей Степою гордятся вся милиция страны. Степа смотрит сверху вниз, получает первый приз. Дядя Степе как нарочно. Но дежурство надо срочно. Кто сумел бы по пути постового подвезти, говорит один водитель. Молодой автолюбитель. Вас подбросить к отделению посчитал бы я за честь. Но, к большому сожалению, вам в москвич мой не залезть. Эй, Степанов, я подкину. Тут другой шофер позвал. Залезай ко мне в машину. В многотонный самосвал. В детском мире, в магазине, где игрушки на витрине, появился хулиган. Он салазки опрокинул, из кармана гвоздик вынул, продырявил барабан. Продавец ему платите. Он в ответ, не заплачу. Выделение хотите? Отвечает, да, хочу. Только вдруг у хулигана сердце якнуло в груди. В светлом зеркале Степана он увидел позади. Выделение хотите? Что вы, что вы? Не хочу. Деньги в кассу заплатите? Сколько нужно? Заплачу. Постовой Степан Степанов был грозой для хулиганов. Как-то утром в воскресенье вышел Степа со двора. Стоп! Не с места! Нет спасения! Облепила детвора. На начальство смотрит Витя. От смущения морщит нос. Дядя Степа! Извините! Что такое? Есть вопрос. Почему, придя с бал флота, вы в милицию пошли? Неужели вы работу лучше этой не нашли? Дядя Степа брови хмурит, левый глаз немного щурит, говорит. Ну что ж, друзья, на вопрос отвечу я. Я скажу вам по секрету, что в милиции служу, потому что службу эту очень важной нахожу. Кто с жезлом и с пистолетом на посту зимой и летом? Наш советский постовой – это тот же часовой. Ведь недаром сторонится милицейского поста, и милиции боится тот, чья совесть нечиста. К сожалению, бывает, что милиции пугают непослушных малышей. Как родителям не стыдно, это глупо и обидно. И когда я это слышу, я краснею до ушей. У ребят второго класса с дядей Степой больше часа продолжался разговор. И ребята на прощание прокричали «ДО СВИДАНЬЯ! ДО СВИДАНЬЯ! ДО СВИДАНЬЯ! ДО СВИДАНЬЯ! ДЯДЯ СТЕПА! СВИТАФОР!»